Горячая линия У меня была очень тяжелая ситуация Мы употребляли с моим молодым человеком И уже дошло до паранойи Взаимопараной С моей стороны тоже была ревность И с его стороны уже была вера в ложь Он был уверен, что если только ухожу из дома Я иду куда-то изменять Хотя за мной этого, слава Богу, не было В один прекрасный момент Когда после избиения мне все-таки удалось уйти Я пришла домой к маме И позвонила на горячую линию На первую, которая попала у меня В поисковике через Google Chrome Позвонила на горячую линию Чтобы просто узнать, что делать в такой ситуации И может быть есть какой-то центр Куда мне можно вообще уехать Потому что в принципе Я уже сама где-то внутри понимала Что нужно что-то менять Потому что уже то сумасшествие, которое происходило В моей голове, в моей жизни Оно мне уже не давало никакого удовлетворения В принципе и сами наркотики уже перестали удовлетворять Потому что это был уже сплошной дурдом Вот, и я позвонила на горячую линию Взял Владимир И он начал меня очень корректно спрашивать Очень грамотно То есть я очень оценила, что человек На том конце провода Очень понимает меня И то есть он задал какие-то очень такие Тоже грамотные вопросы Которые, ну, я пока в ходе разговора думаю Что-то очень интересно как-то вот прям На моем языке разговаривает человек Ну, только как-то грамотно, то есть уже Вообще у меня, ну, прям полностью как бы У меня были раньше проблемы с наркотиками То есть в 90-х годах Я 5 лет сидела на системе героиновой Потом прошла центр реабилитации христианский То есть они пошли только в то время Ну, одни из первых Вот Я прошла после этого Удачно вышла замуж У меня была ремиссия 15 лет Ну, как это называется Научная ремиссия Вот И 15 лет чистоты полностью было То есть я не курила, не пила, ничего То есть не употребляла абсолютно Вот Потом В моей жизни, ну, случились небольшие перемены То есть Я встретила свою первую любовь И как бы С этим И с первой любовью встретила Новые наркотики соль Ну, я, конечно, восприняла на тот момент Что это время и случай Да, может быть, судьба То есть Как бы вот так складывается Потому что это тоже для меня было определенным чудом И тоже для меня, да Что именно есть место И как бы именно сейчас То есть вот Ну, и, наверное, то, что я сказала В принципе, мне есть чем поделиться Поделиться опытом И вот, может быть, он увидел желание во мне То есть какое-то, да Что я уже приехавшая, так сказать Что Ну, я не знаю даже Ну, скорее всего, так судьба сложилась Я не знаю Вот у меня нет вопроса Это какое-то чудо Просто для меня само, если честно Мне было очень Мама, когда меня увидела Какая я пришла Она говорит Ты на себя не похожа То есть на мне не было лица У меня очень Расстроились дети Дети, когда увидели меня в таком грустном состоянии В подавленном, да То есть даже потом моя дочь маме сказала Говорит Мамочка, говорит Такая грустная пришла вообще То есть, ну, мое состояние было ужасное Плачевное То есть мне даже как бы больно до сих пор Об этом вспоминать Что абсолютно никаких жизненных сил Ни мотивации Ни мыслей Ни желания Не вообще Просто полностью эмоциональное и нервное истощение И он сказал У нас есть авторская программа То есть не такая, как все Это не 12 шагов И могла бы ты приехать в Питер А Питер мне, в принципе, близок То есть я в январе только отсюда уехала И, в принципе, мы даже с молодым человеком Собирались сюда вернуться И на что я говорю сейчас Если я найду деньги на билет Можно я выезжаю в ближайшем самолетом То есть, например, в 10 вечера Мы с ним разговаривали по-нашему Да, это у нас 2 часа разница с Челябинском То есть И я спросила у мамы Мама тоже уже была за то, чтобы я хоть куда-то уехала Потому что, говорит, здесь тебе покоя вообще не будет И договорившись с мамой Она заняла мне деньги на билет И она поговорила с Владимиром тоже И в 7 утра я уже была здесь То есть это просто один момент И вот я здесь Мои ожидания и реальность Они абсолютно совпали, если честно Это бывает крайне редко вообще в моей жизни В принципе Но если я попадаю в такую ситуацию То я за нее стараюсь ухватиться В начале был героин То есть до 2001 года Потом я прошла реабилитацию годовалую После этого 15 лет вообще ничего не употребляла То есть даже не курила То есть не говоря уже о алкоголе и что-то большее Вот Потом в 2015 году в мою жизнь пришли новые дизайнерские на тот момент наркотики А чистая любовь Конечно, это был полный обман Потому что с чем мы столкнулись Я сразу в первый же раз говорю Вот это, извините за выражение, лохотрон Потому что это развод Чистая любовь Но ничего не работает Но мне было объяснено, что чувства усиливаются То есть прекрасный секс Не знаю, можно такие вещи говорить Но когда мы столкнулись Может быть чувства и усилились Но в плане физиологии Многие, кто с этим сталкивался Там был абсолютно обратный эффект То есть я первое, что я засмеялась Я говорю, вот это разводняк Чистую любовь обещают Но только не работает ничего Не стоит Причем там от слова совсем не стоит То есть как бы даже Уж я не знаю, может вы вырежете, конечно, это из контекста Но я даже столкнулась с тем, что Как сужался этот аппарат Размером в шнурок Ну, я не знаю, что вообще Как это возможно физиологически То есть как бы То есть у нас же такое ощущение, что Это какой методик? Это соль Абсолютно искренне Может даже чересчур Мне потом показалось Думаю, не много ли я тут Выложила вообще То есть Вранья не было с моей стороны абсолютно Но искренность она была Единственное, не чрезмерно ли Еще раз Владимир сделал свое дело Потому что Поговорив с ним И услышав то, что он говорит И предложив Мне вообще все откликнулось внутри Я даже подошла к маме Вот с такими большими глазами Говорю, мама, так удивительно Я говорю, это то место, куда я хочу поехать Я говорю, если ты мне поспособствуешь И поможешь, то туда я поеду Потому что мама говорила Езжай туда, езжай туда Варианты были То есть, ну там не по центрам, там другие Да, там в Сочи езжай Еще там туда Но мне как-то вот Что-то вот смущало То здесь я прям в один миг Приняла решение Причем такая радость Как бы, ну Меня в этот миг Миг наполнила Что появился какой-то путь Которым я хочу следовать Ну в героине нет вот этих вот понятий Как бы свистопляства Да, там мозги работают более-менее трезво Тем более, если еще организм не попорчен был Такими там мефедронами, солями Вот такими психотропными веществами То есть у меня мозги работали исключительно Не припомню каких-то там загонов и так далее Все было замечательно, лайтово Кроме кумаров Потом, с которыми я столкнулась уже В дурке, отказавшись от всех лекарств То есть я прятывала под десну И выплевывала, чтобы просто сохранить здравомыслие Потому что я всегда боялась потерять здравомыслие То если мы переместимся В 2015 год Это, как мне преподнесли Новый дизайнерский наркотик Соль И когда я попробовала Я засвистела с первого раза То есть, ну, это было ужасно Это были галики Это были паранойи сразу же То есть это еще было, видать, очень самое плохое качество Которое могло только быть И я сразу попала на него То есть очень сильные отходники То есть где-то внутри мне подсказывало Что это не мое, да То есть я потому что не очень люблю сходить с ума Мне моя голова, она дорогая И она должна всегда работать Исключительно потому что От хода моих мыслей зависит моя жизнь И если она встает, то встает вся моя жизнь То есть я столкнулась вот с этой остановкой Когда вся жизнь абсолютно встала Встали мои мозги Встала я как личность Началось антиразвитие То есть полностью Ход моих мыслей поменялся Поведение поменялось И я, знаете, как и наблюдала за собой со стороны Как я вообще превращаюсь Вот реально в какую-то мразь Я ненавидела себя в употреблении То есть, но остановиться не могла Вот Покуда тоже не выхватила паранойю При каждом употреблении Когда закрывала глаза И мой умерший муж вставал И просто молча на меня смотрела И поняла, все, я докайфовалась Но потом пришел В мою жизнь мефедрон Я благополучненько отсидела Год на системе мефедроновой На жесткой тоже То есть большими количествами ела После чего тоже у меня произошло Вот это вот состояние Когда я помню В один прекрасный момент На отходниках просыпаюсь И вот такое было ощущение А где все? Ни чувств Ни эмоций Никаких вообще жизненных показателей То есть просто вот Я стою и все выгорело Все выжжено абсолютно Как вы знаете Поле Которое выжгли И ничего Вообще То есть ни памяти Ни сосредоточенности Ни ориентации какой-то То есть Мне казалось, что все Мне хана То есть мне казалось, что я сошла с ума И говорю то, что Сейчас я читаю информацию Что происходит в употреблении Как меняется психика В принципе меня это поправляет Что возвращает обратно Что это все-таки Все было на фоне употребления Потому что в какой-то момент Мне показалось, видать, стресс Сделал свое дело И я сошла с ума просто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому